Этот канал создан для тебя, чтобы ты совершал меньше ошибок на криптовалюте. И также основа толчка и заражения энтузиазмом, которая поспособствовала этому заражению, это Shiba Inu. С 10 баксов она выросла за один год на самых хаях до 10 миллионов долларов. На секундочку это 1 миллион иксов и 100 миллионов процентов. Вместе с тобой я ищу эту ракету, вместе с тобой я ищу новую ракету, которая перебьет результат шибы. Это не полностью будет копия шибы, это не слияние два слова шибов локи. Это будет отдельная, уникальная, отличающаяся от всех монет. Та, которая не будет напоминать шибу, лишь только проценты. Ориентир ее найти на конец 2022 года. Просто просматривая ролики, ты делаешь вклад. В развитие нашего канала ставишь лайки или дизлайки, ты тоже делаешь вклад. Благодарю за то и другое. Подключаясь в платный телеграм-чат, ты тоже делаешь вклад, чему тебе очень благодарен. Я ценю это и поощряю, когда ты приносишь все новые-новые монеты на разбор. Я поощряю инициативность. В школах инициативность была загублена. Это дело исправимо. И это дело исправляется именно сейчас на этом канале. Перейдем непосредственно к разбору цифрам, доходностям. Монетка Атари. Немножко меня на самом деле настораживает то, что на CoinMarketCap картинка вот эта, на CoinGecko другая картинка уже, лейбл на сайте Атари токен уже красная картинка. Из-за этого человечек может как бы потеряться, потому что основатели как бы не смогли определиться, все-таки на белом фоне делать картинку, сделать ее как монету золотой, или сделать ее все-таки на красном фоне. Надеюсь, со временем они определятся, какую картинку, какой лейбл все-таки оставить один. Это первый нюанс, который я увидел. А так, в принципе, заходя вот сюда, увидев то, что они закупились на территории Децентрэланд, поставили как бы, выкупили определенный участок местности в цифровом измерении, в виртуальной жизни будущего. И поэтому мне даже захотелось эту монетку приобрести, увидев такие прикольные картинки. Децентрэланд прокачан действительно неплохо. Присутствует, значит, белая книга, миссия. Так, миссия, значит, на мой взгляд, миссия немножко чуть-чуть может быть даже размазана, да, чтобы стать эталоном токенов для индустрии и интерактивных развлечений. Наша цель состоит в том, чтобы токен ARTI использовался как можно шире в индустрии интерактивных развлечений, представляя разработчикам и издателям новые возможности для использования своих продуктов. Обмен можно совершить прям не выходя из сайта. Купить можно на тезере USDT. Миссию посмотрели, давайте. Твиттер наблюдают 65 тысяч наблюдателей. 13 часов назад вышла новость, что создали новую игру про кирпичи, энергию. В 70-80-х годах был создан способом поощрения к профессионалам. Сама Атари, как понимаю, была действительно иконой развлечений. Сама Атари, вижу, что была иконой развлечений в видеоиграх. Атари токен, значит, в телеграм-канале 38610 и в наблюдении 891 онлайн. Рейтинг на CoinMarketCap занимает 532 место. Наблюдают за этой монеткой 8386 место. Цена монетки 0,03 цента. На CoinMarketCap цена доходила до 0,60 центов. Атари сейчас торгуются, значит, на Uniswap, на Pankyswap, Nex и FmiF.io и Uniswap V3. Рыночная капитализация на CoinMarketCap показывает 47 тысяч долларов. На Pankyswap показывает MarketCap в 2 миллиона 471 доллар. Вот так она крепко провалилась. На Pankyswap она появилась намного позже. И показывает здесь всего лишь 0,03 цента. На хаях была она. На Pankyswap.io. Холдеров 14691 адрес. Если верить конкретно вот этому адресу. А адрес я этот забил, получается, на Binance. Потому что у Atari несколько контрактов, которые присутствуют на Ethereum, на Polygon, на Phantom, ну и на Binance. Которые как раз я проверил. И все сходится. У системы получилось купить и продать токен. Давай еще раз Ethereum контракт тоже проверим на Pucoin. Сюда его вставляю. Контракта Ethereum на Pucoin не присутствует. Но также можно Ethereum. Нет, Ethereum нельзя здесь. На RookDock Ethereum нельзя проверить. Только Polygon, Phantom. Ну как раз вот Polygon и Phantom присутствуют. На Atari присутствуют на этих контрактах. Давай дополнительно еще Phantom глянем. Тоже системе удалось спокойно купить и продать токен. Так, давай, 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 давай сюда вот зайдем. На Pucoin и вот по этому же точно контракту, который присутствует вот здесь на Atari, Phantom, удалось найти какую-то монетку CashBatcoin. Кто слышал о такой, если ты слышал, да, ставь в комментарии. Типа да, слышал. У монетки, в принципе, есть перспективы, но все равно относись к этому, как к риску с холодной головой можно, если она тебе симпатизирует. В принципе, выполнен сайт, там вот эта вот поддержка, все внутри довольно неплохо. Довольно хорошее развитие лайков, репостов не так уж много. Маловато все-таки за ней наблюдают сейчас в этот период. Сам, в принципе, я еще буду думать. Может, она еще глубже провалится. Буду ли я ее брать. Так как очень большая какая-то вот разница в плане рыночной капитализации, вот на CoinMarketCap 47 миллионов долларов показывает. А общую сверку, вот не знаю, где посмотреть общую сверку, чтобы, а, ну вот здесь можно, да, наверное, глянуть. На DexTools. Смотрю общую сверку на DexTools. Холдеров, общее количество 21 515 держателей. И CoinMarketCap показывает 246 миллионов долларов. Что является тоже каким-то противоречием. На DexTools монетка вырастала аж до 0,8 центов. Довольно приличное время уже томится. Месяца 4-5. Ну, думаю, вот это вот как раз такая пора. Как биток полетит, возможно, Atari тоже может вырваться. Возможно. Не факт. Если начнет делать что-то интересное, действительно стоящее внимания сообщество. Спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. И до новых встреч.